ребятки всем привет с вами александр вы на канале linka game и сегодня мы разберем по косточкам битву кинг-конга и вастатозавра из фильма питера джексона 2005 года мы разберемся почему она была именно такой какой мы ее видели перед тем как вы продолжите смотрите это видео настоятельно вам рекомендую первое посмотреть сам фильм или битву кинг-конга и вастатозавра из этого фильма видео есть на канале посмотрите предыдущее мое видео посвященное рассказу о вастатозавре чтобы вы понимали кем он был ссылка на эти видео будет в описании это поможет вам лучше понять то о чем я буду говорить в этом видео итак надеюсь вы выполнили предыдущие два пункта и мы можем продолжать для правильного понимания происходящего нам нужно понять несколько моментов первое кем был сколько весил и какой силы обладал вастатозавр вкратце мы вспомним то о чем я говорил в предыдущем своем видео второе выясним каких размеров был кинг-конг фильме 2005 года третье постараемся понять сколько он весил и какой силой обладал сравнив его с современными животными и четвертое сделаем свои выводы о битве давайте же вспомним кем был вастатозавр первое что нам стоит помнить что вастатозавр это вымышленное существо и он реально никогда не существовал второй момент существует заблуждение что вастатозавр является родственником тиранозавра это заблуждение происходит еще из 1933 года где в фильме про кинг-конга роль вастатозавра выполнял макет динозавра тиранозавра именно поэтому люди считают что вастатозавр это тиранозавр но если мы пристально посмотрим на вас татозавра мы сможем увидеть что он не является тиранозавроидом об этом говорят три пальца на его передних руках наличие двух пальцев это отличительная черта именно тиранозавров также можно глянуть на его зубы у тиранозавра зубы были приплюснуты и они имели зазубрины такие как у акулы по своим краям пасть тиранозавра хорошо подходила для вырывания для разрезания плоти у вастатозавра мы же видим хаотично разбросанные очень кривые и корявые зубы которые имели цилиндрическую форму не имели зазубренных краев больше были похожи на зубы спинозавра которые могли удерживать добычу но не разрывать и не отрывать от нее куски плоти если бы вастатозавр был реальным существом по своим характеристикам он бы был ближе всего к экриксинотозавру и того мы имеем исходя из вышесказано что вастатозавр у нас был примерно 16 18 метров в длину и весил он примерно 5 тонн из-за своих более легких костей чем у тиранозавра но даже если предположить что он весил как самый тяжелый тиранозавр или даже как спинозавр там до 15 тонн то это ничего не меняет это вы поймете когда пойдет речь о силовых показателях приматов и частности кинг-конга это не будет играть никакой роли ребятки так что обсуждение по поводу того каким был вастатозавр переносим на наше прошлое видео здесь же мы будем обсуждать больше силовые показатели кинг-конга в целом размеры кинг-конга очень сильно варьировались от фильма к фильму то есть он начинался с размеров примерно 5 5 метров и доходил до 30 метров в фильме остров черепа но максимальный размер кинг-конга доходил до 40 метров и весил он там 28000 тонн это так чисто для информации в нашем же фильме 2005 года его раз был 7 метров 60 сантиметров теперь давайте попытаемся предположить сколько же могло весить такое существо настоящий горилл имеет рост до двух метров и весят около 200 килограмм но мы не можем просто взять 7 и 6 метров разделить на 2 метра и у нас получится там примерно три с половиной да и умножить вес реальной гориллы 200 килограмм на на 3 и 5 до таким образом мы получили примерно по пропорции 760 килограмм должен был бы весит наш кинг-конг ростом 7 и 6 но это такие подсчеты абсолютно неправильные потому что длина это линейная величина да а вес тела зависит от его объема а объем у нас измеряется в кубических величинах даты кубические сантиметры метры дециметры и так далее и чтобы рассчитать сколько мог весить кинг-конг мы возьмем самое крупное существующее животное и существовавшие на земле допустим слон и эндрикотерий самый длинный слон это разновидность африканского слона и а именно саванный слон то есть он в длину может достигать 6 с половиной метров высоту около четырех метров и весить примерно 6 7 тонн но обращу ваше внимание что есть рекорд в книге гиннеса в это официальный рекорд в котором в анголе 7 ноября 1974 года был убит слон вес которого составлял 12 тонн 240 килограмм ребята 12 тонн 240 килограмм это максимальный вес слона это просто в два раза больше чем максимальный вес большинства слонов то есть это мы так берем себе на заметку второй момент возьмем допустим эндрикотерия длина эндрикотерия достигает 7 и 4 метра высоту он примерно 4 и 8 метра и при этом вес его мог достигать 20 тонн то есть вот это уже примерно ближе к нам потому что если эндрикотерий скажем так посадить на жопу он будет высотой с нашего кинг-конга 7 и 4 метра кинг-конг 7 и 6 метров примерно одинаково и вот при наш веса гориллы вот и будет колебаться вот около 20 тонн несмотря на разное строение гориллы там слона эндрикотерия горилла собственно говоря если поставить да на четыре лапы как она в основном и передвигается то конечности гориллы будут даже потолще чем аналогичные у слона это на первый взгляд ноги слона кажется толстыми да но если мы посмотрим на какие предплечье у нашей гориллы то она будет мне кажется даже потяжелее чем слон ну вот я бы в принципе склонялся к весу именно эндрикотерия примерно в 20 тонн поскольку мы с размерами гориллы определились примерно 7 и 6 метров высоты и около 20 тонн был ее вес более наглядный вариант для сравнения на бы конечно подошел джордж из фильма реймпэйдж но фильме не называется его размеры то есть не указывается не его вес не его реальный рост там только говорится о том что волк был 9 метров а реймпэйдж джордж в общем-то стоя на задних лапах был примерно равен этому волку еще можно принципе на фоне зданий посмотреть что он да реально как там три этажа дома то есть примерно там до девяти метров плюс-минус он подходит нам по характеристикам он был недалеко от размеров нашего кинг-конга 2005 года но опять же достоверных данных о его росте и весе нет если он у вас есть поделитесь ими в комментариях итак существует несколько исследований о силе приматов с которыми я вам рекомендую ознакомиться ссылочки будут в описании одно из таких исследования было проведено в зоопарке бронкса в 1924 году где 72 килограммовый самец и 61 килограммовая самка тянули канат с грузом одной рукой самка смогла потянуть 571 килограмм а самец мог потянуть 384 килограмма то время как человек таких же такого же веса потянул всего лишь 90 килограмм вес и получились такие данные что самка шимпанзе весом 61 килограмм потянула одной рукой вес в девять раз больше своего собственного ну то что потянул самец это не говорит о том что он был слабее это говорит о том что эти животные не выкладывались на сто процентов и что та же самка могла потянуть больше да если самца наверно подстегнуть он бы потянул наверное две тысячи футов и того мы имеем такие вот примерно показатель что шимпанзе в 47 раз сильнее мужчины берем грубо в 5 орангутанг у нас примерно в 58 берем в 7 раз и горилла примерно в 9-12 или в среднем в 11 раз сильнее взрослого человека ну по поводу силы обезьян там крутится до много споров о том какая же она все-таки на самом деле используйте и они они же все-таки четвероногие животные да и в своих каких-то показателях могут использовать силу ног там вопросы еще насколько сильно кто выкладывается допустим если взять самого сильного человека это кирилл сарычев у него вес примерно 160 180 килограмм и он жмет от груди 335 килограмм по-моему это мировой рекорд то есть он реально весит как большой самец гориллы то есть 200 килограмм а там 180 килограмм но это не значит вот тот факт что горилла 200 килограммов сможет пожать три с половиной тонны это неправильно думает туда же кости просто руки и там спины не выдержат вес 33 тонны 300 килограмм то есть это в десять раз больше чем пожал кирилл сарычев дело не в этом здесь не все так однозначно играет много разных факторов в каких-то движениях обезьяна может быть сильнее там в пять в десять раз но в каких-то специфических заточенных допустим движениях там лифтеров стронгменов там показатели такими же не будут но и тоже в расчет нужно брать что человек обычный это совсем не человек тренированный то есть кирилл пожавший триста тридцать пять килограмм да он сильнее обычного человека в несколько раз потому скажем так он не будет так сильно уступать обезьянам но это я немножко отступил сторону еще также я встречал такую информацию про исследование горилл там горилла искала спрятанную пищу под большими камнями по моему она ходила и одной рукой горилла могла отодвинуть 300 килограммовый камень то есть при своем весе там меньше 200 она могла одной рукой отодвигать ну то есть по под ним поднимать земли не полностью поднимать отрывать от земли булыжник валун весом практически вдвое выше своего собственного и теперь вы понимаете что в какой был вес у вас татозавра будь он 5 тонн или 10 абсолютно не играет никакой роли потому что примерный вес кинг-конга у нас 20 тонн а он одной рукой может поднять вес вдвое превышающий свой то есть он одной рукой может приподнять примерно 40 тонн и потому вот эти вот все битвы когда на него нападали 33 вас татозавра это абсолютно ничего не значит потому что он практически всех троих может швырнуть одной рукой ну что собственно говоря он и делал потому что вторая рука у него была занята он там держал девушку также мы прекрасно видим что его многократно кусали вас татозавры и это не принесло ему каких-либо больших повреждений это еще один фактор подтверждающий то что вас татозавр не является родственникам тиранозавра потому что будучи физически его крупнее да он бы по идее должен иметь еще более сильный укус но этого нет потому что даже не сильных ран ни прокусов ни кровотечений вас татозавры не вызвали да и в целом они не могли сильно прокусить даже там кожу кинг-конга покрытую шерстью сила укуса их была очень слабая она в разы уступала силе тиранозавра ну и еще и зубы были соответственно тупые и круглые которые не могли просто там отрезать кусок мяса будь это просто тиранозавр один укус тиранозавра мог бы просто вывести руку рука кинг-конга и строя просто оторвать кусок мышцы и она бы рука просто бы не смогла подняться либо согнуться такие вот у нас получились дела что 3 вас татозавра не представляет особой угрозы для кинг-конга ну даже я бы сказал никакой угрозы не предоставляет для кинг-конга будь у него две руки он их бы порвал как тузик тряпку просто моментально ну и как он рвал пасти этим вас татозавром тоже подтверждает о том что укус у них был очень слабый да каким бы сильным у них укус не был будь это даже тиранозавр он ничего не может противопоставить допустим 40 тоннам тяги одной рукой даже кинг-конга ну а если как говорится упереться ногами прижать голову ногами и потянуть двумя руками скажем так выполнить становую тягу с отрыванием пасти вас татозавру кинг-конг смог бы наверное эквивалентом тонн 100 при своем весе тонн в 20 ну а даже по показаниям шимпанзе до которая потянула в девять раз больше своей своего веса то по идее даже в 9 2 200 тонн 200 тонн от земли может оторвать примерно кинг-конг ну сами можете посчитать что это два десятка вас татозавров весом со спинозавра ну либо четыре десятка облегченных вас татозавров вот примерно такие у нас дела ребята так что высказывайте свои мнения буду рад поучаствовать с вами в обсуждении некоторых моментах в комментариях до скорых встреч всем пока